Ну что, всем привет! Я надеюсь, первые два видео вы уже посмотрели в моей студии. Сегодня понедельник. Я уже мчу на работу, потому что запланировала очень много дел. Завтра я в дорогу. Наконец-то встречусь с одной из девочек, которая у меня ранее работала. У нее сейчас своя крутая студия. Завтра я ей вам покажу. Девочку, в смысле, не студию. Надеюсь, что студию когда-то тоже вам покажу. Очень крутую. Вот. Ну а сегодня у меня в планах 5 клиентов обслужить, потому что я работаю тоже с клиентами. Я это очень люблю, я от этого очень кайфую. На самом деле, даже самые большие непоседы, если научатся наращивать ресницы, это их будет отвлекать и они будут релаксировать. Я могу сказать по себе, я человек очень такой спонтанный, на месте сидеть не могу. Мне надо быть все время в движении, но когда я наращиваю ресницы, я просто от всего отвлекаюсь и реально кайфую. Далее. Сейчас у меня в планах доделать форму для мастеров, потому что я хочу сделать ее необычную, с крутыми надписями. Нам нужно сейчас поработать с дизайнером и с нашей рекламным агентством, которое нам делает печать. Также сейчас буду работать над внешней рекламой в студии, потому что, во-первых, закон про язык, закон про мувы, иншими словами, мы должны его сделать правильно, для того, чтобы к нам не было никаких претензий. Это может быть логотип на английском, но обязательно дублировать это все украинским, без этого никуда. Второе, то, что мы находимся, наше помещение находится в ОСПБ. Мы обязательно должны написать бумагу о том, что мы хотим установить, ну, грубо говоря, это изменение фасада здания, но что тоже нужно разрешение от ОСПБ. Этим тоже мы должны сегодня заняться. Ну и закончить, наконец-то, макет рекламы для города, потому что мы его сделали, сделали очень крутой, но поскольку я очень люблю светлые тона, полутона, мы его сделали в пудровом, моем любимом цвете. Когда я пришла в рекламное агентство, мне говорят, что это не подходит, потому что его никто не увидит. Оно очень-очень нежное, очень крутое. Для него я делала специальную съемку, но поскольку оно очень светленькое и неприметненькое, у него не будет заметность. То есть эта реклама не будет работать. Здесь, когда вы заказываете рекламу, очень важно, чтобы вам человек правильно подсказал. Потому что я, например, видя человека, могу сказать, какие ресницы в итоге он от меня получит. То есть финальный результат. Человек, который работает в рекламном агентстве, он должен понимать конечный результат, который вы получите из своей рекламы. И подходит этот макет или не подходит, подходит эти цвета или не подходит. Для того, чтобы привлечь внимание, должен вам подсказать только специалист. Сейчас попробую заснять кусочки с того, как я работаю. Сегодня у меня ламинирование бровей и ресниц. Обожаю эти процедуры. Они очень крутые, особенно в летнюю жару. Потому что ресницы нарощенные – это круто. Но когда у тебя натуральные ресницы неплохие, скажем так, с ламинированием они более подкрученные, более черные, ты можешь купаться, загорать, и как бы все будет отлично с твоими ресничками. Ну а сейчас я уже подъехала к студии, буду заходить и приступать к работе. Ну что, на часах полдесятого вечера я уже на стоянке. К сожалению, много чего я сегодня не успела. Работала с клиентами, очень кайфовала, очень. Сегодня прям мое любимое ламинирование ресниц. Я вам вставлю маленький кусочек видео. Пора бежать собираться завтра на конференцию, потому что очень рано выезжать, укладывать ребенка, собираться, мужа собирать на работу. Ну что я вам хочу сказать. Я, наверное, супертрудоголик, потому что уже столько времени на часах, а я еще не дома. Но выехала я с дома сегодня в 8 утра. Что, завтра ждите видео про конференцию. Утречком выезжаю. Если вы еще не подписались на меня, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Здесь я буду рассказывать о своей студии, о изменениях, да и, в принципе, о ресничках. Всем пока. Не забудьте подписаться.